Он очень маленький, сами видите, гамалогабаритный. Патроны у него идут 5,45. Они очень маленькие, но делают хорошие дырочки. Действующие сотрудники ФСБ о каждом автомате или пистолете знают все. Такие детали о стечке не студенты вряд ли узнали бы из других уст. В Чечне его можно поменять на две приоры. Они очень любят кадыровцы его. Сегодня посмотреть, потрогать, взвесить на собственных руках оружие, которое еще недавно было в деле, разрешили и студентам. Самый внушительный среди большой коллекции – этот миротворец-печенник. Его использовали во времена чеченской кампании. Огромный интерес к оружию проявили девчонки. Не то чтобы с детства, со временем, когда стала учиться, все больше и больше желания появилось работать в этой сфере. У меня еще и брат военный. Может, передалось чуть-чуть. Юноши наблюдали и внимательно слушали взрывотехников. Поисковую технику для обнаружения взрывоопасных предметов, а также спецприборы для обезвреживания они используют в своей работе постоянно. Привезли и так называемого робота-разведчика. А еще цель была напомнить о необходимости соблюдения личной безопасности и здоровья. Ведь даже в обычной жизни может случиться всякое. Мы выезжали на место происшествия по факту взрыва. Человек, закрывая гараж, решил пнуть пакетик целлофановый, в котором были там остатки вещества порошкообразного, светлого, белого цвета. В итоге человек оказался в больнице с оторванным большим пальцем на ноге. Четверокурсник Богдан Амиров мечтает попасть на службу в ФСБ. Жалеет, что сегодня не удалось примерить защитный костюм взрывотехника. Юридически уже подкован, осталось только в армии послужить. К этому, говорит, готов. Вставать в 6 утра, так сказать, еда по расписанию, пробежки и тому подобное. Мне интересно это все, вся военная структура. Интерес к структуре ФСБ сегодня проявил почти каждый, кто был на встрече. Да и в целом, правоохранительная деятельность как специальность сегодня пользуется огромным спросом. Поделились руководители колледжа. 12 человек на место. Таким был конкурс в этом году. Пришлось набрать незапланированные 5 групп. Так что сегодняшняя встреча явно не последняя. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.